АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле у нас был такой перерыв творческий в сольных концертах. И вот сегодняшняя программа, сольная, которую мы подготовили, она в общем... Последний раз мы выступали примерно год назад. Это было 15 ноября с программой «В ритме бодрого канкана». Это было приурочено к 70-летию Леонида Симакова. Ну вот за это время мы записали второй альбом. Надеюсь, думаю точнее, что многие его слышали. Но если кто-то не слышал, он есть в фойе. Так же, как, кстати, и первый «Грань перемена предчувствий» с песнями Симакова. И сегодня у нас первая фактически сольная программа с годовым перерывом. Но правда за этот год, помимо того, что мы сделали сольный альбом, то есть альбом записали второй. Мы участвовали во многих сборных концертах, было очень много разных выступлений. Но тем не менее, сольная программа, она вот у нас, так сказать, первая. Программу эту... Да, кстати, хочу в самом начале. Я буду чаще употреблять местоимение «мы», нежели я. Вот, потому что все, что было сделано, было сделано с моими друзьями, соратниками, музыкантами, которые сегодня весь вечер будут со мной на сцене. Я бы хотел не только в конце, но и в начале их с удовольствием представить. Игорь Игнатов, барабаны. Дмитрий Ли, контрабас. Лучшая гитара современности Алексей Сенин. И Анатолий Шаров. Я даже затрудняюсь назвать инструмент, потому что сегодня это будет скрипка альп. Лучшая гитара, гитара и перкуссия. Программу сегодняшнюю мы назвали «Попытчик». Отложим на завтра заботы, которых по горло. Случайный попутчик, мы только под утро уснем. Под топок бегущих колес и под гомом вагонных. Давай потолкуем с тобой, Антон и Осен. Скажи, отчего нас порой на исповедь тянет. Как лошадь в буране на ходе, дорогу домой. К случайным знакомым, Бог знает, какими путями. Придут наши души в надежде на свет и покой. Стаканы звенят обуты, две тихие ноты. Ты окно занавешено снега, низки не видать. Полвека прошло, в ожидании летной погоды. Боюсь, что теперь разучился летать. Судьба безвятежно катила, и я был спокоен, Когда на запятках дремал с отрешенным лицом. И кто ею правил, и как же случилось такое, Что я невзначай угодил под ее колесо. Пугает ночами надежд моих нищенский вид. И жизнь миновала, пока дожидался дебюта. И голос, как прежде, навряд ли уже зазвучит. Сойдешь на глухом полустанке по крышу сугробы, Не может быть, вспомнишь о том через тысячу лет, Как ночь коротали, и как потеплели мы оба, Когда наши души, обнявшись, летели на свет. Как ночь коротали, и как потеплели мы оба, Когда наши души, обнявшись, летели на свет. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще, должен вам сказать, что я очень лидное время, Практически всю жизнь занимаюсь собирательством песен. Ну, я надеюсь, что вы догадались, что вы попали... Вообще, вообще, вот здесь, да, здесь нельзя делать паузу, я понял. Вы не попали. Вы попали на концерт авторской песни, это очевидно. Вот. И я, в общем, занимаюсь тем, что собираю... У меня, в общем, большая коллекция уже этих песен. Вот. И часть этой коллекции вы сегодня, конечно, услышите. Вообще, каждая песня вот в этой коллекции моей, она особо мне дорога. Каждая занимает, так сказать, свое место. Вот. И авторы этих песен, авторы моих песен, позволю даже так сказать, они мои духовные братья, потому что они думают и чувствуют так же, как и я. Ну, вот, следующий автор, автор следующей песни, он не только духовный брат, он еще, к тому же, мой давний друг. Вот. Зовут его Владимир Иванов, он здесь в зале. Володя, здравия желаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень давно с ним знакомы, мы оба имеем отношение к так называемой группе «Дюжина». К тому же, в 80-е годы мы вместе участвовали в одном коллективе творческом с названием «Мошеловка». Володя играл на гитаре банджо, я был солистом. Вот. И я сейчас с удовольствием представлю песню, которая записана у нас тоже на втором альбоме. Называется она «Провольница». «Провольница». Ну, поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ На усталом лице проводницы, да это любви румянец зари. И над доброй старушкой столицей запоздалой осень горит. Где-то там, далеко за вулканом ветер снежной посолкой кружит. Туда пают снегу перевалы и из кожаных троп виражи. А зимы, догоняющий посту, халка обжигает лицо. Гоник крошила к Крымскому мосту, и витком прихватила кольцо. Я бреду по прозрачным аллеям, ведь спадает с высоких стволов. И закатное солнце олея, с белой вишней пучок с куполом. Стоим летний дороги опаленный, сколько раз видел я этот мир. Как московские стройные пленые надевают свой рыжий парик. Как горят купола, словно свечи, но храй выкрашен старый бульвар. И гуляет по замоскворечью нестихающий жёлтый пожар. ПЕСНЯ 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 На согретой хулыбкой губах. Но в столблеце проводницы Тает легкий умянец зари. И над доброй старушкой столицей Запоздалая осень горит. Вкус стихов Акуджавы и Кима На согретых хулыбкой губах. Мы участвовали в прошлом фестивале, прошедшем летом. Там я услышал одну песенку. Песенку не запомнил, но была чудесная фраза там, которая запомнилась. Опять молюсь стихами Акуджавы. Ну, не то чтобы помолимся, но споем песню Акуджавы. Называется она «Батальное полотно». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Акуджавы. Едет император в голубом кафтане. Акуджавы. Субтитры создавал DimaTorzok Акуджавы. Субтитры создавал DimaTorzok Акуджавы. Субтитры создавал DimaTorzok Акуджавы. 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 Спасибо. Ну, сегодня, вы согласитесь со мной, сегодня был чудесный осенний день, практически последний всплеск или, может быть, предпоследний «Бабиего лета». Песни, которые прочно вошли в наш репертуар, в нашу программу. Осенний вальс Леонида Симакова. Осеннее небо стало неловко без грусти, благословенно. Осеннее небо, грань перемен и предчувствий, отголосило. Усталое лето спело оно и стихает, отколосились хлеба и муэдры, с белым зерном и стихает. Осенью небо, маслом и литрой, рознем прокроется глянцем. Осенью в воде, такою палитрой, что живописцам стреляться. Осень сверкает, похожими днями, солнце слегка подражает. Пусть свередает косыми дождями, желтый платок урожая. В пыльнике смены кусается замок, смолкнут последние грозы. Шарью подряд земля повязалась, не устоять и морозу. Бродят по тросикам сытые лося, резко я летал на малыках. Брызги рябины. Брызги рябины. Брызги. 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 Я как перемен и предчувствую Здесь я хотел прочитать стихи, я не смогу себя отказать У меня тут помечено, я прочитаю стихи Те, кто украсили познание небосклон Сойдя светилами для мира и времен Не расточили тьму глубокой этой ночи Сказали сказку нам и погрузились в сон Когда-то в юности мы все увлекались, ну, многие, по крайней мере, рубаями Амара Хаяма В моей коллекции есть одно произведение замечательного автора Александра Суханова Который написал песню именно на рубае Амара Хаяма Называется она «Роман старости» Мы исполняли это произведение у Александра Суханова в его юбилейном концерте Итак, Амар Хаям, музыка Александра Суханова Романс старости Ухожу, ибо в этой обители бед Ничего постоянного, прочного нет Пусть смеется лишь тот уходящему в свет Кто прожить собирается тысячи лет Книга жизни моей Перелистана жаль От весны, от веселья Осталась печаль Юлость птица Не помню, когда ты пришла И когда Легкокрылая Вдаль уплыла Месяцами Месяцами сменялись до нас Мудрецы Мудрецами Сменялись до нас Эти камни в пыли Под ногами у нас Были прежде Зрачка Пленительных глаз Вместо солнца Весь семью Озарить не могу В тайны сущего дверь Отворить не могу В море мысли Нашел Я жемчужину солнце Но от страха До света Не могу Повернуть До того, как мы чашу судьбы И запьем Лучше, милая Чашу Иную Нальем Может статься Что сделать Глоток пред концом Не позволь Нам нет Безумствие Свое Мы источник Веселья Из корни Рубни Мы вместилище Скверный И чистый Родник Человек Словно в зеркале Мир Многолек Он уничтожен И все же Безмерно Велик Велик Мир Браво! Спасибо! Спасибо! Браво! Вот еще один автор, которого я очень люблю с юности, мы сейчас споем его песню, вот, это Владимир Качан, написал песню на стихе Александра Смогула, песня называется «За три девять земель». За три девять земель, где сечи не случится, за три девять земель, где каим не злодей, встает такой рассвет, поют такие птицы, что трудно не любить и землю, и людей. Там мудрость никогда во зло не обернется, и сила, став добро, не станет убывать. Там звери, как вольны, что каждый обернется на первый зов людей, отвыкших убивать. Там не левут в ночи истергатные жены, и не коснится бой затравленных мужей. Там нет календарей и кораблей сожженных, и бруду снятся сны, лишенные ножей. Там вера и покой, и море не случится. Там ни таланты, ни ум, не осквернят гроши. Там каждого твою, и каждого проститься, за три девять земель в лесах моей души. Затри девять земель в лесах моей души. Песня тоже один из моих любимых авторов, это Евгений Грячкин. Песня, которую я сделал заглавной на втором альбоме. Песня называется «Детский рисунок». Песня. 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 Композицию замечательную придумал Алексей Геннадьевич. Браво-браво. Помните эти слова, конечно, из одной из наших любимых песен, с вами любимых. Я люблю под окнами мечтать, я могу как книгник читать, И заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня. Это Михаил Матусовский. Но гораздо раньше, еще в начале прошлого века, в 1916 году, про живое, точнее, одухотворенное окно написала стихи Марина Цветаева в цикле «Бессонница». Мы споем песню, музыка Андрея Крючкова, стихи Марины Цветаевой «Окно». Я прошу прощения, пора, извините, папа. Мед. Да? Знатоки говорят, что это от меда. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое, В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик, разлук и встреч, ты окно в ночи, Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму, моему покоя, И в моем доме завелось такое. Помолись, дружок, за песок и дом, За окном с огнем, за окном с огнем. Субтитры создавал DimaTorzok Помолись, дружок, за песок и дом, За окном с огнем, за окном с огнем. Субтитры создавал DimaTorzok У меня с моей девушкой возникла такая ситуация, Что мы оказались практически вдвоем во вселенной. Ну так получилось, многие вокруг считали наш сервис без альянса. Вот, годы спустя эта девушка стала моей женой, И, в общем, все пришло, так сказать, в норму. Вот, но вот я очень запомнил то начало истории. Вот, и про это я написал песню, которая называется «Птица Алая». Вот, стихи мои, музыку мы написали в соавторстве с Алексеем Геннадьевичем. Итак, песня называется «Птица Алая». Снова думаю о тебе, Птица Алая по воде, К романтической ерунде привыкаю. Сладкий к радости горький вкус капля катится, я вернусь, То ли радость, а то ли грусть тихо тает. Ангел нынчется в кабаке, Туз бубновый в твоей руке, Все, что грезится вдалеке без обмана. Взгляд поразительный и простой, Тихо спросишь, а как жестой? Туваль собачий одной рукой на фортепиано. Взгляд поразительный и простой, Тихо спросишь, а как жестой? Туваль собачий одной рукой на фортепиано. Что случилось, скажи, как грусть, Что замкнуло веселье грусть, Кто здесь недруг и кто здесь друг? Тихо каюсь. С зада крыльясь все, ох да а, Платье брошено, ох да, С сигаретою в зеркало отражаюсь. Сочиняем роман простой, Мысли грешные, но постой, И по сердцу тромбой густой, Тихо клади. Мне бы снова с себя рычать, Хватит бестолгу кровь качать, Помолчать бы и не кричать, Духу хватит. Разговора цветная смесь, И осины пожухлый лист, Птица морских туда-то ввысь Взмыла стая. Снова думаю о тебе, Птица алая по воде, К романтической верунде привыкаю. Снова думаю о тебе, Птица алая по воде, Словно крыльями по судьбе Улетаю, улетаю, таю. К романтической верунде привыкаю. Хрестоматийные классические стихи Александра Сергеевича Пушкина. Музыка доктора Игнатова Николая Николаевича. Он здесь. Я предлагал уже Николаю Николаевичу взять творческий псевдоним. Несколько раз мне задавали вопрос. Простите, эта музыка не Глинки? Я Николаю Николаевичу предлагал. Пусть он творит под псевдонимом Николая Неглинка. То есть ты хочешь взять псевдоним Игнатов, а жить под именем Неглинка? Нет, Глинка не Игнатов. А, Глинка не Игнатов. А я тебя зацеплю зацеплю. Глинка! Извините. Еще раз. Я вас люблю, хоть я бежусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне ни к лицам и ни балетам Пора, пора мне стать умней. Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, При вас мне грустно, я терплю, И мочи не сказать желаю. Мой ангел, как я вас люблю, Когда я слышу из гостинок Ваш легкий шаг. Или платье шум, Или голос девственный, невинный, Я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнитесь мне от рада, Вы отвернетесь мне тоска, За день учения награда Не ваша бледная рука. Мой ангел, шальтесь надо мною, Не смею требовать любви, Быть может, за грехи мои. Мой ангел, я любви не столь, Но притворитесь этот взгляд, Все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, Я сам обманываться рад. Но притворитесь этот взгляд, Все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, Я сам обманываться рад. Николай Николаевич, Другая баколоменская делегация, Практически дом ритм. Еще немножечко, Ну буквально совсем немножечко, Это даже не то, чтобы политики, Как-то на очень мною любимой Пушкинской площади, В Москве, Мы поучаствовали в одной акции Про тесто. Помните, у Васи была такая песня Про тесто. Не помните? Ни запретом, ни арестом, Ни падением Савереста, Ни другим подобным средством Нас уже не запугать. Будем петь мы повсеместно Песни гордые про тесто, Остальное все нечестно, Не желаем больше лгать. Ну так вот, Значит, в акции про тесто, И называлось тогда это все Очень мирно, Прогулка с писателями. Мы очень весело и дружно Следовали по Бульварному кольцу. Было чудесное праздничное настроение. Последний раз у меня такое настроение, Пожалуй, создавалось Где-нибудь на слете КСП, А еще раньше на первомайской Демонстрации в школьные годы. И передо мной шел... Ну, вы знаете, Невольно-невольно возникало Ощущение того, Что просто персонажам Из известной сказки Золотой ключик Их выпустили куда-то В узкий коридор И разрешили повеселиться. Потому что грозное око хозяина Оно выглядывало из всех переулков, Там всякими автозаками и прочее. И передо мной шел человек. Человек этот был Высокого роста Остеничного такого телосложения С длинными седыми волосами В белом костюме. С очень большими И грустными глазами. Я подумал, что Он очень похож, пожалуй. Если еще немножечко Берил и фантазии, То, пожалуй, Это Пьеро на пенсии. И так я написал стихи. И вот мы Сочинили такую песенку, Которая называется Песня постаревшего Пьеро. Про те настроения, Которые вот тогда, так сказать, Присутствовали на этом Бульварном кольце. Сейчас. Да здравствует бессмысленность вождей, Пустые гимны, Комарилья свиты, И паутина грусти, Кейта свита, И вновь ныло, И сезон дождей. Уехал цирк, Закрыли гастроном, Вновь вновь декаданс, И в окнах непогода, И вновь веревочки в руках У кукловода, И в ящике на дне Забытый гном. Луна картонная, В полнеба, Как вчера, Как мы привыкли к ней, Необъяснимо, И пушкинская тень Скользит незримо, Унылая чудесная пора. По кухням, по углам Мой друг-моншаль, Звенящая, Сидеющая трупа, И не рыдай, Как юный пионер. На трубача, Израненного трупом, И вновь фонарики Качаются ночные, И вой ямахи В комнате пустой. Куда уехал ты, Беспеченный Буратино? Куда ты спрятал ключи золотой? Вчера в Большом Давали крокодила, Была ли люстра, Была шлаг успех. Под крики браво И под общий смех Рептилия солнце Все же проглотила. Калида слов Восторженных гримах, Пустой треуг Пришествия второго, И мраморный, Усталый карабах Пустых гвозниц Пустых гвозниц Не сводит У Большого. Вновь череда Бессмысленных вождей, Пустые гимны, Амарилья свиты И паутина грусти Гента свита И вновь унылья И сезон дождей Тро-тро-тро, Тро-тро-тро-тро. Спасибо, друзья. Про войну с коррупцией. Шучу. Песня называется «Контрабандисты». Виктор Берговский, стихи Эдуарда Багрицкого. 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 Друзья, извините, небольшое такое, было немножко длинное приготовление. Песня, вообще песен этого автора в моем рекрутуаре много, я об этом скажу чуть позже. Вот, музыка Владимира Качан, стихи Алексея Дидурова, песня называется «Воспоминания о пароходах». Помню звезд вперед, за сквозь и сосудами, за спиной выпускной. Песня «Воспоминания о пароходах» 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 «Воспоминания о пароходах» Песня 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 «Воспоминания о пароходах» решили, что я сегодня спою одну песню под аккомпанемент его ансамбля, а вторую спою то, что уже привычно, то, что уже звучало, то, что уже песня давно сделана, довольно-таки давно, и под записанную аккомпанемент, под записанную фонограмму, но я предупреждаю, я не знаю, что получится из этого первого, из первой песни первого варианта, потому что, честно вам скажу, мы ее репетировали всего лишь один раз, и прошли, собственно, один раз. Я наставил на экспромте, а вы, Владимир Андреевич, почему-то отказывали. Он отказывал, да, Жора наставил на экспромте, но я как-то с детства их опасаюсь. Попробуй! Ну, вот что будет, мы попытаемся эту песню вспомнить, несмотря на то, что она абсолютно не срепетирована. Может быть, какой-то кураж поможет. Да, значит, Юрий Давыдович Левитанский. Без названия, пожалуйста. Светлый праздник. Светлый праздник. Ну, вот видите, что получается. Я бы говорил, я ему говорил, что не покатит. Паузу сделайте, чтобы я знал, когда ступать. Хорошо, хорошо. Светлый праздник бездомности, Тихий свет без огня, Ощущение бездомности Августовского дня, Ощущение бессменности Пребывания в тиши И почти что бессмертности Своей грешной души Вот и кончено полностью Вот и кончено с ней С этой маленькой повестью Наших судеб и дней Наших непеременчивых Торопливой судьбой Наших двух переменчивых Наших судеб с тобой Волнень пахнет кружением В дальних рощах лесу Пахнет вечным движением Прибоксальных часов Ощущение беспечности Как скольжение на льду Запах ветра и вечности От скамеек в саду От разведа до полноти Тишина и покой Никакой будто горечи И беды никакой Только полночь опустится Как догадка о том Что уже не отпустится Ни сейчас, ни потом Что с расчета Не сбросится Ни потом, ни сейчас И что с нас еще спросится И что спросится И что спросится С нас АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вторая песня Значит на стихи Леони Филатова Тем более, что Жора о нем упомянул Это один из его Ну что, любимых авторов С детства И вот это сравнительно новые Стихи другие Которые я нашел недавно Эта песня сравнительно Недавно сочинена Уже во всяком случае По сравнению с Клавочкой Упомянутой Жорой То есть Клавочка Это была совершенно В середине прошлого столетия Ну я так Я преувеличил Сейчас будет Значит Песня Бродяги Игорь Пожалуйста Включи То в кровечной ночи То среди белого дня Настягали меня Неудачи Смерть Ушила меня Смерть Душила меня Но я Отвешивал Сдачи Нам с тобой Не первой Рисковать Головой Но до смерти У нас Разговор Деловой Боль такая Боль твой Но пойми Усвой Тот, кто Чувствует Бога Тот, кто Пока Боль твой Живой Шаг Боль твой Боль твой Боль твой Рисковать Рисковать Головой Но с молдой У нас Разговор Деловой Ты Ахарин Молвой Но пойми Усвой Тот, кто Верен Себе Тот, кто Багамест Живой Тот, кто Верен Себе Тот Багамест Живой Тот Багамест Живой Аплодисменты Владимир Качанов, стихи Леонида Филатова Практически в стиле ретро Нет, песня называется «Свадьба» Окна в белый снег одеты Словно бедными ножопы И дома торжественны, прямы и величавы Как родня невесты при вечании И дома торжественны, прямы и величавы Как родня невесты при вечании Мерзли розы в целофан Мы друг друга целофан И гости, и бурлы, колболь, светло и сон Свадебные марши Мендельсона И гости, и бурлы, колболь, светло и сон Свадебные марши Мендельсона Где-то полные бокалы Звонко сходятся боками Улыбнули в пьяных пьяны Она теперь сейчас поспать Словно гость еще и до поздней свадьбы Улыбнули в пьяны пьянам Сейчас поспать Словно гость еще и до поздней свадьбы Сола Окна в белый снег одеты, Словно белые манжеты. Как родня невесты, ты вечальный, Как родня невесты, ты вечальный. Как родня невесты, ты вечальный. Как родня невесты, ты вечальный.